Русские новости Главным событием из прошедшего недавнего периода является, конечно же, выступление русских национальных организаций на шествии за суд против коррупционеров и олигархов. Это шествие прошло 29 апреля в Москве. Также в период так называемых первомайских праздников прошли мероприятия русских национальных организаций в Санкт-Петербурге и в Калининграде. По другим регионам, по другим территориям информации нет, скорее всего, ничего не происходило. Это говорит о тяжелом кризисе русского движения, о том, что региональная его инфраструктура фактически разрушена. И разрушена не столько репрессиями, репрессии как раз обрушиваются больше всего на тех, кто живет в столице и в Санкт-Петербурге, ну и, естественно, и в крупных городах. Но скорее от неверия в свое дело, от идеологической разболтанности, от того, что люди побегали за авантюристами и поняли, что с этими авантюристами иметь дело нельзя, но к тому, чтобы признать свои ошибки и вернуться в русское дело, они еще не пришли. Это прискорбно, особенно в период, когда в стране, в общем-то, готовится переход в другую эпоху, постпутинизм. И эта эпоха может наступить на следующих президентских выборах, а может быть отложена еще на 6 лет. Это означает, что Россия будет за этот продленный период путинизма нанесен такой колоссальный ущерб, что, скорее всего, она уже больше как единое целостное суверенное государство возродиться не сможет. Поэтому вопрос жизни и смерти, а русское движение находится в таком состоянии. Вина за это прежде всего на тех, кто считает себя русскими людьми и кто должен был бы участвовать в русском движении. Это, конечно, негатив. Негатив в том, что даже в Москве, в столице, в огромном мегаполисе удалось собрать лишь около 500 человек на шествие. Да, оно было компактным, хорошо организованным, и всем участникам шествия практически все понравилось, за исключением некоторых нюансов в выступлениях на митинге, которые вполне были объяснимы и извинимы, я бы сказал так. Всем все понравилось, но это не массовое шествие 500 человек, это примерно численность небольшого митинга. И мы увидели, что как-то сдулись те организации, которые считали себя такими стойкими национально-патриотическими структурами. Не пришли представители русского имперского движения, по крайней мере, раньше они приходили с своей растяжкой, своими флагами, не было. Монархическая партия не пришла, не знаю по какой причине, вроде бы так хорошо все начиналось у них, и актив появился, и символика, и флаги, они выступили хорошо на русском марше. На этот раз ни слуху, ни духу. Не пришло движение Новороссия, Игорь Стрелков не только отказался от участия, но и несколько обидных слов в наш адрес произнес. Якобы вот он третья сила, а мы какие-то вот придурки, которые где-то так на другом полюсе, на стороне от Навального. А вот он, видимо, это очередной всплеск такой теории центризма, который в свое время, кстати, пытался разрабатывать Степан Сулакшин в конце 90-х, в начале 2000-х годов, и пытался этим вообще поразить всех интеллектуалов, но вышла из этого просто ерунда. Он там болтался рядом с Лужковым. Вот теперь строит партию нового типа. И, кстати, к слову скажу, что организует его партия, я даже не знаю, как она называется, по-моему, она вот так и называется, партия нового типа. Вот и другого названия, видимо, они вряд ли смогут придумать. Да нет, никакой партии, никакого нового типа, вообще никакого типа. Есть самозванство, когда Сулакшин пытается проводить русский съезд. Никогда он не принадлежал к русскому движению, никогда не был сторонником русской национальной идеи, ничего в ней не понимает, а русских говорит такую чушь, что, можно сказать, уши вянут. Некоторым нравятся его обличительные выступления против нынешнего режима. Ну да, в общем-то, выступления в этом отношении нормальные, но по части идеологии это полный ноль. В том числе и со всеми его фундаментальными сочинениями, которые читать невозможно. Там семь томов, якобы обосновывающие Конституцию. Если эту Конституцию пролистать, это мусор, можно сразу выбрасывать полную несостоятельность, интеллектуальный тупик. Любой человек с минимальными хотя бы юридическими знаниями, который эту Конституцию пролистал, понимает, что это дилетантизм во всех отношениях. Ну и естественно, проводить русский съезд силами нерусских людей. Я посмотрел там, кто будет выступать, там половина людей с нерусскими фамилиями. Ну поэтому, ну я понимаю, что Сулакшин как-то подпитался ресурсами в течение длительного времени, находясь под крылом у суперолигархов РЖД, у Якунина. И теперь, видимо, ему дали финансы для того, чтобы он раскрутился и выдвинулся кандидатом в президенты. Ну это постыдное будет зрелище, оно и сейчас, в общем-то, постыдное, а для русского человека просто отвратительное. Ну вернемся к шествию, главным лозунгом которого было «достали». Действительно, нас достала вся эта олигархия, достала вся эта муть в головах и обычных людей, в особенности правителей, которые мыслят какой-то единственной частью своего мозга лишь ради пополнения своих капиталов, своих карманах, ради колоссального и, можно сказать, астрономического, в астрономических масштабах осуществляемого воровства. Да, нас на шествии было немного, но претензий к тем, кто пришел, на шествия у нас нет. Все-таки мы видим, что из наших рядов выбиты целые колонны. Выбита колонна ИГПР ЗОВ за ответственную власть. Кирилл Барабаш обычно строил значительную колонну, люди выступали и с флагами этой организации, и с баннерами. Сам Кирилл великолепно выступал, и он складывался как русский национальный лидер, переходя постепенно из лагеря левых в лагерь русских националистов, осваивая соответствующую риторику и соответствующую идеологию. Теперь он и его соратники сидят в тюрьме, и сейчас проходит суд, и мы можем себе представить, какое судебное решение будет. Это абсолютно противозаконные действия. Выбита из наших рядов целая колонна народного ополчения России. Юрий Екишев сидит в тюрьме и получил на днях приговор год и шесть месяцев тюрьмы за то, что он опубликовал несколько статей довольно уже давно, в 2010-2014 году. И судья Рудакова вынесла совершенно мерзостный, ни на чем не основанный, ни на каком праве приговор. Просто произвольное решение. Об этом мы чуть позже скажем. Не пришли на этот раз на наше шествие хоругвиновцы, которые обычно к нам все время приходят. На этот раз они 29 апреля решили поехать на открытие памятника Ивану Грозному в Александрове. Но там состоялась совершенно безобразная история, когда памятник был установлен, а на следующий день был снят. И открытие памятника не состоялось. Местные власти повели себя столь бесстыдно. И что-то им не понравилось или в самом памятнике, или в инициаторах установки этого памятника, которые его оплатили. Не государственная власть оплатила. Я еще раз подчеркну, что во многих подобных случаях вовсе не государство оплачивает установление монументом русским государям, русским правителям, русским героям. Хоругвиновцы могли бы быстро переориентироваться и все-таки прийти к нам, поскольку накануне стало известно, что открытия памятника не будет, самого памятника на постаменте нет. Но что-то не получилось, не сложилось на этот раз. Зато на наше шествие пришли дальнобойщики. Достаточно значительная колонна. Их представитель выступал у нас на митинге. Мы их всячески поддержали. Включили в резолюцию их требования ликвидации системы Платон. Также собирались прийти, было это договорено, к нам противники так называемой реновации, то есть массового сноса жилья в Москве. Сносить собирается Собянин и вся его шайка целые кварталы, включая жилье добротное и целые кварталы, которые обжиты. В которых есть поликлиники, детские сады, школы и так далее. Если кто не понимает, то еще раз, может быть, обращусь к этому. Так называемая реновация предполагает спасение строительного комплекса. Самой воровской структуры, которую только можно себе представить. Более воровской, наверное, чем даже нефтегазовые компании. Потому что эти люди завышают стоимость строительства жилья, разницу между себестоимостью и продажной стоимостью раз в 10. В каких-то случаях, может, чуть меньше, но думаю, что в среднем в 10 раз как раз и получится. Если элитное жилье, там завышение более чем в 10 раз. Если жилье экономическое, то в меньшее число раз. Не важно, в 10 раз, это вот такой ориентир, в 10 раз они завышают стоимость жилья. И теперь, когда рынок рухнул, когда никто не может, нет уже людей, которые способны покупать квартиры по такой стоимости. Целые колоссальные кварталы застройки в Москве стоят нераспроданными. И теперь Собянин, я думаю, опираясь напрямую на поддержку Путина. И Путин непосредственно эту поддержку на словах высказал. Видимо, политическими мерами мы уже видим пропаганду того, что нет-нет-нет, надо все сносить. И делают вид, что это, кажется, сносит ветхое жилье. И люди выступают за то, что нет, нас тоже снесите и нас переселите. Но речь идет о ветхом жилье. Программа по сносу ветхого жилья и переселению людей из ветхого жилья существует давным-давно. Никаких реноваций не надо, и никто о них никогда не говорил. Поэтому жилье вот это кремлевское начинает смешивать один вопрос с другим. Так вот, реновация, так называемая, это еще и попрание прав собственника. В свое время передали в собственность нам квартиры, потом оказывается, что никакой собственности вовсе нет. И сейчас это вскрывается также и так называемым капитальным ремонтом, который проводит, опять же, Собянинское жилье. Никакого капремонта на самом деле не делается, и никакого совета, никаких решений со стороны собственников нет. Просто берут и начинают делать для того, чтобы освоить колоссальные деньги, которые изъяты из наших же карманов. И здесь пытаются вот эти реноваторы спасти фирмы, которые нас хотят разграбить. То есть хотят зачерпнуть из бюджета и представить дело так, как будто бы нас облагодетельствовали. Ну, кого-то облагодетельствуют, я понимаю. Но это за наш счет делается, понимаете. Есть люди, которые живут в ветхом жилье, и понятно, что это жилье надо расселять. Но почему за наш счет? Почему за наш счет? Если кому-то требуется поддержка непосредственно какой-то семьи, ну, во-первых, можно переселить в муниципальное жилье. Почему непременно надо собственниками делать вот этих новых многоэтажек, которые собираются построить или уже построили? Пожалуйста, выкупайте, наконец, это жилье. С какой стати вы начинаете голосованием решать, переехать мне или не переехать из этой квартиры? Как и раньше было расселение. Расселение идет индивидуально, заключаются договоры об обмене или об купле-продаже. Государство, если намерено расчистить какую-то территорию, выкупайте квартиры у каждого жильца. Если кто-то упорствует, находите к нему подходы. Ну нет, это же неинтересно. Давайте мы будем сносить миллионы квадратных метров и все это за государственный счет оплачивать в карман прямо так называемым инвесторам, которые раньше все это понастроили и теперь еще хотят понастроить. Там, где жила тысяча человек, должно жить теперь 10 тысяч человек. Откуда эти 10 тысяч человек приедут? Это же дополнительный поток населения в Москву. У вас есть новая Москва, вы ее прирезали. А что вы там ничего не строите? Вы же хотели там построить. Нет, теперь, оказывается, надо в центре Москвы строить, а оттуда всех жителей выселить. То есть элитное жилье для тех, кто переселится в центр Москвы, кто может купить. Остальных всех на периферию и потом туда же, в Новую Москву, в Мортонград и туда, в эти трущобы, которые собираются строить Собянин и Воробьев под покровительством Путина. То есть здесь вот эти два аспекта есть. Попрание прав собственника. То есть нам показывают, что собственников в России просто нет. Есть варьё, которое захватило национальные богатства. И есть те, которым предоставляют возможность имитации права собственника. Мы думаем, что мы собственники своих квартир. Реально мы не собственники. Мы не решаем ничего. Могут часть нашего дома продать, купить, сдать в аренду без нашего ведома. Вы вроде бы собственник квартиры и тех общих площадей, которые есть в каждом домостроении. Оказывается, что нет. Оказывается, что нет. И вам насильно впихнут всё, что захотят. И по такой цене, которую захотят. Соответственно, и тарифы устанавливаются не нами. И фирмы, которые обслуживают нас, выбираются не нами. Капитальный ремонт тоже делается не так, как мы бы хотели. Не там, где есть какие-то проблемы, там протекают трубы или электрика выходит из строя. А просто потому, что кому-то разрешено и предписано заработать колоссальные деньги, опять же, для той же олигархической структуры. Ну вот, должны были прийти на наше шествие противники реновации. Пришли, испугались, что их всего три человека и разбежались. Теперь они или другие какие-то инициаторы проводят 14 числа, 14 мая большой митинг и призывают туда прийти. Но кто приходит, ради чего приходит, ничего не публикуется. Вот люди совершенно наивные, хотя бы поучились. Поучились у тех, кто умеет это делать и много раз проводил митинги. Поучились бы тому, что надо публиковать проекты резолюции, надо публиковать какие-то статьи, надо показывать, кто является инициатором, организатором. Или это организации, или это персональные люди, которых надо показывать, рекламировать, что это не пустышка, это не какие-то проходимцы, а это реально действующие на этом поприще люди. Ничего этого нет. И даже когда я там написал организаторам, что представляю Русский национальный фронт и предлагаю сотрудничество, и мы готовы поддержать всеми силами, но только если мы будем сотрудничать, а нас не приглашают просто в массовку. Вот нет ответа до сих пор, и мы через других своих активистов тоже выходим на организаторов этого митинга. Ничего нет. Я так понимаю, что боятся политизации. Мы уже это видели. Вот дальнобойщики боялись политизации. Теперь они пришли к тому, что без политизации ничего, без требования отставки Путина, Медведева, Собянина, Воробьева, всей шайки, которая там наверху сидит, без требования полной кадровой реформы, кадровой революции, ничего не получится. Но еще и надо знать вообще, ради чего мы это делаем. Мы не можем остановить только в одном месте воровство, надо останавливать везде. Поэтому политические требования должны быть. Должны быть. Они отталкиваются от любой темы, которую мы касаемся. В данном случае реновация или система Платон. Все эти темы обобщаются до требований полной смены государственной власти и кардинального изменения метода принятия решений, формирования народного представительства, самого формирования власти. Если этого не будет, то все это уйдет в свисток и никакие противники реноваций ничего не смогут сделать. Речь идет, конечно, не о том, чтобы протестовать против нового строительства или против переселения людей из ветхого жилья, а против произвола, который творит Собянин и его патрон Путин. В этом вопросе и во многих других вопросах. С этим надо выступать. Если организаторы ограничиваются только интересами своих муниципальных образований, своих муниципальных районах и также озабочены своей карьерой, чтобы избраться в очередной раз на муниципальные депутаты, все это провалится. Если нет фундаментальных требований, если нет взаимодействия с политическими организациями, в данном случае с русским движением, а с кем еще взаимодействовать? В общем, больше не с кем. Ну, вот они показали свою очень низкую мобилизационную способность реноватора. Посмотрим, что будет. Вот они сейчас активно окучиваются либералами. Там господин Гудков, этот человек с одной извилинной в мозгу бывший депутат, по-родственному сделанный депутатом Гудков старший, Гудков младший. Здорово тогда посемейно избираться в Государственную Думу. Ну вот, прославившись как отчаянный либераст, этот человек сейчас вот где-то крутится вокруг этих реноваторов, и те принимают его услуги. А с нами, с нами они как-то не могут, не могут. Ну что ж, либеральная структура провалится в очередной раз. И если реноваторы или вот эти противники реновации собираются взаимодействовать с либералами, то мы им пожелаем только провала. Если они будут взаимодействовать с национальным движением, мы всячески им поможем и с раскруткой. Но пока не видно, 14-е число уже рядом, не видно, чтобы действительно было желание развернуть эту акцию и сделать ее значимой. Она пройдет и никем не будет замечена. Вот такого оборота дел мы никому не пожелаем, из тех, кто выступает за правое дело. Но вы выступаете за правое дело, а не за свои карьеры, не за свои муниципальные должности, муниципальные мандаты. В качестве позитивных моментов при подготовке и после акции под лозунгом «За народный суд против коррупционеров и олигархов» надо отметить широкую вовлеченность людей в социальных сетях. Не пришли люди на улицу. Как-то внезапно наступила весна, выглянуло солнышко, температура повысилась. Все, видимо, решили расслабиться, отдохнуть и не пришли в значительном количестве на наше шествие. Тем не менее, в социальных сетях вовлеченность оказалась значительно выше, чем в прежние годы. Люди массовым порядком делали репосты, некоторые даже свои собственные видеоролики делали. И все это распространялось в сети. Охват был достаточно большой. Я думаю, что где-то примерно под 100 тысяч человек. Но в соотношении тоже мы можем видеть, что приходят и участвуют в шествии вовсе не те, кто работает в социальных сетях. Приходят в основном те, кто и раньше приходил. И ничтожная часть мобилизуется в социальных сетях. Это означает, что активность людей достаточно низкая. Они готовы потратить несколько минут на репосты, на то, чтобы что-то прочесть, где-то там поставить лайк или написать небольшой комментарий. Но на большее пока рассчитывать мы не можем. Я думаю, что обострение социальной ситуации все-таки людей будет выводить на улицы и как-то просветлять мозги. Потому что до сих пор подавляющему большинству граждан неизвестно, что такое русский национализм, что такое русское движение, что существует русская коалиция, русский национальный фронт, как ее можно поддерживать, какими способами. То есть люди остаются абсолютно наивными, невежественными. И с этим невежеством нам еще бороться и бороться. Я не знаю, успеем ли мы до момента, когда уже эта борьба окажется бесполезной и от нашей страны не останется ничего. Рожки до ножки, только одни обломки прежней роскоши. Мы увидели, что был эффект снежного кома, в том числе и по тем средствам, которые поступали на счета. Несколько у нас было разных счетов, опубликовано на три счета. Поступило достаточно денег, чтобы мы покрыли практически все расходы на наши мероприятия на изготовление баннеров, на наем бортовой машины, которая служила трибуной на звукоусиление и еще там ряд мелких трат на разные другие вещи. Мы покрыли практически все. Еще у нас остались средства для того, чтобы провести конференцию по государственному устройству, которую мы планируем примерно на 20 числа мая. На эту конференцию я в массовом количестве не приглашаю, потому что это все-таки будет разговор специалистов, которые обладают достаточными знаниями в области конституционного, государственного права и в целом теории политики, теории государства. Но мы обязательно проведем такую конференцию. Кроме всякой уличной активности, естественно, нужна и интеллектуальная активность, в том числе и от тех, кто будет смотреть потом видеоролики с выступлениями на этой конференции. Хотел бы от лица штаба Русского национального фронта который провел шествие выразить благодарность всем тем, кто прислал свои средства. Неважно, было ли это 100 рублей или 10 тысяч. Мы считаем ценной любую поддержку, любую посильную поддержку. Даже если человек пришел на наше шествие, просто поддержал флаг, это уже серьезная поддержка. Если он прислал 100 рублей на общее дело, это тоже очень важно и для него самого, и для нас тоже. Следующее текущее событие, которое как бы в альтернативу русскому движению, это Первомайское шествие, организованное в Москве и в других городах властями. Это шествие рабов. Рабы с цветными шариками. Вот концепция всего этого безобразия, которое мы видим, которое называется праздник весны и труда. Какого труда? Где был представлен этот труд? Где были трудовые коллективы? Где эти профсоюзы, которых никто никогда не видел? Ну, по крайней мере, последние лет 20 никаких профсоюзов давным-давно не существует. Организации существуют, да, такие же паразитические, как и олигархии. Так нет никаких трудовых коллективов, никакого труда представлено на этих шествиях не было. Это рабы нынешнего олигархического оккупационного режима. Им выдали весь этот инвентарь, централизованно рабов мобилизовали, по квотам, как это всегда бывает, бюджетников, студентов. Всех заставили выйти. Зачем выходили? Зачем проходили? Зачем эта человеческая икра протекла через Красную площадь? Они не знают и сами не знают. Просто надо 1 мая показать, что у власти есть какая-то поддержка. Вот они своих рабов и выводят. Люди, к сожалению, от этого рабства не отказываются. Могли бы отказаться, но боятся, что лишат премии, уволятся работы, создадут какие-то трудности для тех самых коллективов, которые есть. Ну, например, школе какой-нибудь не дадут, дополнительную инвестицию, скажут, а что это от вас пришло 3 человека, а должно было бы 33. Вот рабы и тащатся на все эти шествия без всякого смысла. Ну, как-то для того, чтобы не было стыдно, улыбаются, радуются солнышку, радуются, что весна наступила. Но на самом деле радоваться нечему. Чему может радоваться раб, даже с дипломом высшим образованием, которому он очень гордится, или той метлой, которую ему дают для того, чтобы подметать улицы Москвы, вместо того, чтобы обустраивать жизнь там, где человек родился, где его родные и близкие, где-нибудь там в Средней Азии или в каких-то других удаленных от крупных русских городов территориях. При коммунистическом режиме был какой-то смысл у этого шествия, потому что это был день международной солидарности трудящихся, все ругали проклятый империализм, и действительно выходили трудовые коллективы со своей символикой, с демонстрацией своих успехов. И это был, можно сказать, праздник трудовых коллективов. Сейчас нет ничего, никакого смысла. Посмотрите, даже у КПРФ смысл в этот день пропал, потому что им не о чем было говорить. Их пришло при всех условиях и при всех завышениях цифр, объявленная цифра участников шествия коммунистической партии три с половиной тысячи человек. Конечно, очень много красных флагов, вся эта краснота, и за этой краснотой скрывается полная пустота. Не о чем говорить. Они приходят на митинг, и говорить им не о чем. Нет никаких трудовых коллективов, которые они могли бы мобилизовать, нет никаких лозунгов, никаких требований. КПРФ стал обслуживающим персоналом нынешнего олигархического режима. Что-то там дергается, на что-то надеется, но при том, что у них десятки депутатов, у них доступ к средствам массовой информации, у них собственные ресурсы есть, ресурсы, выделяемые государством по закону, парламентским партиям. Все это не сработало. Не о чем говорить, некому приходить, и абсолютно пустое мероприятие. А им ведь дали даже прямую трансляцию по каналу «Россия-24». И в этой прямой трансляции было видно, что говорить не о чем. Совершенно пустое мероприятие. А вот русское шествие, русская весна имеет смысл. Поэтому я призываю в следующий раз, когда будут проводиться русские мероприятия, не ходить ни в коем случае ни на правительственные рабские шествия, ни на коммунистические, абсолютно бессмысленные, которые отдают анахронизмом, и к каким-то, какой-то вонью давно ушедшей эпохи и давно дискредитированной идеологии. Следующая новость, печальная новость, это приговор Юрию Якишеву. Пока что в первой инстанции, он пока не вступил в законную силу, будет еще апелляция, будет еще попытка опровергнуть этот приговор. Но, тем не менее, по первой инстанции уже видно, что нынешний режим решил абсолютно беззаконно Юрия Анатольевича Якишева, писателя, общественного политического деятеля, соратника Владимира Квачкова, посадить в тюрьму. Ненадолго, но измотать его и не дать возможность ему, его соратникам, формировать какие-либо общественные структуры, которые будут противодействовать олигархическому режиму. Вынесло беззаконный приговор судья Рудакова в Драгомиловском суде города Москвы. Это существо, я по-другому назвать не могу, провело весь процесс абсолютно равнодушно. Я там выступал как специалист ни от прокурора, ни от судьи, ко мне не было ни одного вопроса. Маска сфинкса была одета на это лицо. И потом с той же миной это существо произнесло абсолютно тупой, глупый, беззаконный приговор, в котором нет вообще ничего, чтобы опиралось на закон. В частности, то, что касается экспертной деятельности, ведь кроме как заключений нескольких экспертов, в том числе и моего мнения специалиста, в деле ничего нет. Все остальное – это домыслы. Даже в приговоре написано всякое чушь, что человек встречался со своими соратниками, выходил в сеть интернет. Это кому запрещено и по какому поводу. В приговоре должно быть описание преступления, описание диспозиции. Ничего этого нет. Есть только ссылка на вот этих полоумных экспертов и еще и вторичное сумасшествие, потому что психолог сказал, что есть признаки возбуждения, розни, а лингвист сказал, что нет. Это значит, по совокупности, нет никакого возбуждения. Это чудо. Судья Рудакова сочла, что в этом случае тоже есть возбуждение. То есть если два специалиста, один сказал, что есть, другой сказал, что нет, то судья считает, что возбуждение есть. Это просто не вылезает ни в какие ворота. Это надо быть такой тупицей. Наверное, человек ночами бьется головой о бетонную стену. Вот чтобы до такой тупости и до такой подлости дойти, наверное, надо совсем сойти с ума. Наверное, это аналог. Судебная деятельность чем-то напоминает биение башкой о бетонную стену со всей силы с разбегу и каждый день. И только так вот можно отключить мозги и отключить совесть. Судья Рудакова, вы бессовестный, бесстыдный, подлый и тупой человек. Вот редкостно тупой, бесстыдный среди всех, с кем мы когда-либо встречаемся. Но для судей это норма. Для судей это норма. Не все такие, но вот мы видим типичные образцы судей, которым предоставляют возможность проводить политические репрессии. И они превращаются в подстилки, так называемых чекистов. Вот судья Рудакова, вот такая подстилка. Тупая, бесстыдная. И набор этих глупостей, которые там есть, касается и всего остального. Весь текст это сплошная, сплошной юридический нонсенс, сплошная чушь. И все, что касается, например, моего выступления, как специалиста, есть элементы, которые демонстрируют полное незнание судей Рудаковой Гражданского процессуального кодекса. Незнание Гражданского процессуального кодекса, где описана деятельность эксперта. Если нет в уголовном праве соответствующие детали, значит, обращаются к другим кодексам. Вот в Гражданском процессуальном кодексе есть все положения о статусе эксперта. И также есть закон о экспертной деятельности. Ничего этого судья Рудакова не знает. Она, например, не знает, что диплом специалиста не имеет значения, имеет значение только его знания. Я прихожу со своими знаниями и я доказываю, что эксперты, которые были привлечены следствием, абсолютно не соответствуют квалификации по тем вопросам, которые следствие им задает. Я это показываю, это как дважды два-четыре видно, судье Рудаковой это не видно. Она пишет, что я, как специалист, доктор политических наук, не имею профильного образования в области лингвистики и психологии. Ну, во-первых, откуда это тебе известно? Я имею это образование, я его получил в качестве самообразования и мне достаточно этого самообразования, оно перекрывает все знания тех экспертов, которые привлекало следствие. Эти эксперты абсолютно невежественны и это доказано мной в нескольких экспертных заключениях или, точнее, мнениях специалистов, которые я подготовил. Эти люди ничего не понимают. Так вот, лингвист с докторской степенью, который был привлечен, ну, единственный, можно сказать, квалифицированный эксперт среди них, написал такую чушь, лингвист написал такую чушь, что суффикс ство, в слове, например, братство или жидовство обобщает, не просто обобщает, а создает множественное число. То есть, от слова брат множественное число это братство и, соответственно, от слова жид множественное число жидовство. И если Юрий Якишев применяет в своей лексике, в своих статьях слово жидовство, то он имеет в виду множественное число от слова жиды. Я привожу такой пример. Идиот и идиотство, или дурак и дурачество, это совершенно не имеет никакого отношения к множественному числу. Формируется иное понятие, которое обобщает, действительно, ни в коем случае не создает множественное число. Я уже не говорю о ереси жидовствующих, которые относятся вообще не к жидам, то есть не к евреям, если касаться одного из значений этого слова. Все это судья Рудакова просто пропустила мимо ушей, как будто этого не существует. Ну, у нее в мозгах просто не существует места, где может откладываться хоть какое-то знание, хоть какое-то понимание. Именно поэтому у нее нет ни одного вопроса к свидетелям защиты, ко мне как к специалисту, привлеченному защитой. И именно поэтому решение абсолютно беззаконное. Там нет вообще ни одного элемента законности, нет ссылок на закон, нет описания диспозиции уголовного кодекса для того, чтобы привлечь к ответственности. Просто не существует. И все эти эксперты, на мнение которых опирается судья Рудакова, это люди абсолютно невежественные в той области, к изучению которой они привлечены. Они невежды в области политической лексики, в области религиовведения и во всех остальных областях, которые были необходимы, если уж надо проанализировать текст, который вообще-то понятен любому. И подумайте, вот как может прокурор, который прямо объявляет, что я вообще не специалист, я не лингвист, я ничего в этом деле не понимаю, как он может поддерживать обвинение, если он не понимает текста. Если он опирается на мнение каких-то специалистов, которые колченогим языком непонятно что пишут, он естественно, как и судья это не читает, читает только выводы и говорят, ну вот эксперты же установили, поэтому я опираюсь на это. Как вы можете поддерживать обвинение, как следователь может вести следствие, если они не понимают общедоступный текст. Но он может быть в данном случае, поскольку используют термины русского зарубежья, которые там больше были применены, или дореволюционную лексику, он доступен более узкому кругу, но по крайней мере это миллионы людей. А вот этим людям этот текст недоступен, они опираются на мнение лингвистов или психологов, которые тоже не имеют никакого понимания этого текста. Лингвист не знаком с соответствующей лексикой, а для психолога вообще нет никакого поприща, поэтому нет ни одной ссылки на психологическую литературу, нет ни одного психологического термина, вообще ничего нет, чтобы психолог мог что-то, какие-то сделать, выводы. Он же не знаком с основами пропаганды, он не понимает, как пропагандистская лексика используется в политике, как политические статьи воздействуют на людей. Он этого ничего не понимает, и естественно для психолога здесь вообще нет никакого поприща. Ну, соответственно, и для юриста нет, потому что если это текст общедоступный, общепонятный, то без всякого специалиста должен обходиться следователь или прокурор, ну и тем более судья. А если этот текст сложный, то, по крайней мере, надо привлекать специалистов, которые понимают этот текст, понимают и могут разъяснить, не используя всякие сложные термины, а помочь судье, прокурору обосновать претензии к этим текстам. Ничего подобного не было. То есть мы видим полный произвол, полный произвол. Я считаю, что при установлении русской власти судья Рудакова должна быть посажена в тюрьму пожизненно, не потому что вот такое преследование Юрия Якишева соответствует вот такому жестокому наказанию, а потому что это наказание, этот приговор показывает, кто такая судья Рудакова. Показывает, что от нее исходила только несправедливость, только беззаконие. И за время своего пребывания на посту в судьи это существо нанесло колоссальный вред и нашему государству, и конкретным людям, которые несправедливо были осуждены этим существом. Поэтому это существо нужно пожизненно изолировать. И рядышком где-то на лес повале или где-то там за колючей проволокой или на удаленных территориях должны, конечно, присутствовать и те же самые эксперты, которые безобразные эти, выносят абсолютно непрофессиональные суждения. И следователи, и прокурор, все лица, которые причастны. Вообще это обратное действие репрессивной машины должно произойти, когда сменится режим и когда все дела по 282 статье, по так называемым экстремистским материалам и ряд других скрытых политических процессов под видом уголовного преследования должны будут пересматриваться. Пресматриваться, реабилитация должна будет произойти всех незаконно осужденных, ну а тех лиц, которые выносили эти неправосудные решения, беззаконием занимались на должностях прокуроров, следователей и экспертов, все эти лица должны понести в той или иной мере наказание. Ну вот люди типа судей Рудаковой или там судей Криворучка, это люди для пожизненного заключения. Им нельзя находиться среди людей, не то что заниматься какой-то юридической практикой, им вообще нельзя жить среди людей, потому что уровень их подлости настолько отвратительен, настолько концентрирован, что они заражают своей подлостью всех людей вокруг. Соответственно этих марсиан, если можно было бы на Марс переселить, очень хорошо, но пока технологии не достигли такого уровня, поэтому на зону подальше и никакого общения с людьми. С себе подобными негодяям пусть общаются. С нормальными людьми им общаться нельзя, их надо изолировать. Ну и последнее, о чем хочу сказать, это 9 мая, который празднуется нынешней властью совершенно без всякого права на этот праздник. Люди, которые добиваются только поражения нашей страны, просто паразитируют на этом празднике. Они снова устраивают шествие рабов, шествие политической кры, и люди покупаются на вот эту вот привычку 9 мая вспоминать своих родственников, погибших или участвующих в войне, вспоминать фронтовиков, вспоминать подвиги. Эти люди считают, что они делают что-то позитивное, когда идут за Путиным в колонии «Бессмертный полк». А это профанация, это профанация. Мы уже очень хорошо знаем, что фальсифицируются все эти плакаты, чтобы создать массовку. Как можно больше фотографий, люди берут в руки фотографии чужих, неизвестных им людей и несут. Естественно, мобилизуют опять тех же работников ЖКХ, школьников, студентов, учителей, преподавателей. Всех, кого нынешняя власть может нагнуть, она нагибает для того, чтобы они вышли с вот этими плакатиками. Но на самом деле праздник 9 мая, он не просто праздник, это день памяти. Праздновать-то нечего. Я еще скажу о том, что сейчас новая фальсификация возникает, нам начинают впаривать в мозги, что в Великой Отечественной войне погибло не 27 миллионов человек, а 41 миллион человек. Это связано с тем, что хотят обелить сталинское живодерство. Демография показывает, что куда-то подевались несколько десятков миллионов человек. Ну сколько-то можно списать на войну, а остальные-то куда девались? Голод, массовые казни, расстрелы, гибель людей от того, что они не получали помощи, элементарной помощи от государства. Вот все это пытаются скрыть. Пытаются скрыть миллионные, многомиллионные жертвы сталинских репрессий и гибели людей вне войны. Голода 30-х годов, раскулачивания, массовых казней, высылки и так далее. Ну помимо казней, которые как-то учитывались, были казни, которые не учитывались, было просто доведение людей до смерти. И вот все эти сталинисты, подлецы, они постоянно на это указывают. Ну как же у нас по документам, видите, ну всего 800 тысяч человек, ну это же пустячок 800 тысяч человек. А демография говорит, а где остальные, куда подевались? Да они дохли просто, сотнями тысяч дохли в этих сталинских лагерях. Еще без всякой войны, без всякого фронта, без оккупированных территорий. А потом приходили на эти оккупированные территории и людей, которые, ну хоть как-то пытались выжить, и они, естественно, должны были где-то работать. Обвиняли в том, что они пособники фашистов и вешали. Тоже были массовые казни. Велась гражданская война против русского народа, прежде всего, вообще против всех народов, но прежде всего против русского народа. Репрессивные органы Сталина казнили интенсивнейшим образом людей на бывших оккупированных территориях. С не меньшей интенсивностью, чем войска оккупантов, которые занимались тем же самым. Поэтому чума на оба ваших дома. Слава тем, кто освободил нашу родину от нашествия иноземцев. Но нам еще нужна слава, освобождение нашей родины от негодяев и изменников, которые сегодня организуют шествие 9 мая, организуют вот эту акцию «Бессмертный полк», которая украдена была в общественности и использована ради пиара. Ведь больше ничего нет. Кроме пиара 9 мая ничего нет. Только в руках вместо разноцветных шариков у рабов портреты. Подавляющим большинством – это портреты неизвестных им лиц. Эти лица никогда не были прославлены, никогда не принимались государством как герои войны. И в целом мы же видим, все поколение фронтовиков ушло, уже его практически не осталось. А нам все равно говорят ветераны, ветераны, мы уважаем ветеранов, мы поздравляем ветеранов. Да нет уже этих ветеранов. Кого вы поздравляете? Кроме пиара нет ничего. Ничего. Никакой государственной политики. Никакой. Ничего вы не вложили в то, чтобы помнить эту победу. А уж то, что никаких побед от оккупантов-гауляйтеров мы и не ждем, то это совершенно очевидно. Какое отношение вы, люди, которые выходите 9 мая и идете за Путиным, какое отношение вы имеете к победе? Вы являетесь соучастниками стратегического поражения России. Ну вы посмотрите, Россия-то сжалась от нее, остался какой-то, не знаю, хвостик в сравнении с тем, чем она была раньше. Вместо империи у нас остался вот этот обломок. И если вы посмотрите заселение этой территории Российской Федерации, то это какой-то сперматозоид. Страшно на это смотреть. Без воссоединения страны, без этой победы, без возвращения хотя бы к тому уровню, который был достигнут нашими предками в территориальном строительстве нашего государства. Без этого, о каких победах можно говорить? Посыпьте голову пеплом, сидите у себя дома, вспоминайте своих героев и думайте, что бы они сказали. Представьте, если бы на Красную площадь вышли те портреты, кого несут граждане. Что бы они сказали об этой власти, что бы они сказали об этой человеческой икре. Да они бы прокляли вас всех. Они бы, если было бы у них оружие, от живота бы расстреляли всю эту массу. Они бы прибили тут же всех, кто там из правительственных чиновников попался бы им на глаза. А вы оскверняете их портреты, участвуя в шествиях оккупантов. Вы в шествиях оккупантов участвуете. Нельзя ходить на эти шествия за оккупационной властью. Вы должны участвовать в русском национальном движении. И это главная память о наших предках, о наших славных предках, которые отстояли нашу Родину. Отстояли вопреки коммунистической власти, вопреки этим НКВДшным расстрелам и истязаниям нашей страны. Накануне войны, во время войны, после войны. Отстояли, передали нам и экономику, которую можно было поднимать и развивать. Она была в не лучшем положении, когда рухнул Советский Союз. И территорию, которую можно было защитить. Никаких оснований для расчленения Советского Союза не было. Из слова «Советский Союз» можно было убрать и назвать территорию нашей страны по историческому ее названию «Россия». И все эти союзные структуры можно было бы ликвидировать и наладить нормальную человеческую жизнь. Оккупанты, изменники, которые сейчас возглавляют нашу страну, все разрушили. Значит, соответственно, мы должны прогнать эту орду, эту иго, сбросить себя и восстановить нашу страну. Поэтому ключевая идея – Россия, русскую власть и воссоединение нашей страны. Ненасильственными методами. Но если Россия будет страной привлекательной, если у нее будет свой собственный образ, если здесь будет царить закон, если здесь оккупантов будут просто уничтожать всеми законными средствами, то потянутся другие люди, которые отмежеваны от нас искусственно возникшими границами, прежде всего по границам между Россией, Белоруссией и Украиной. Люди потянутся, народы потянутся, и концепция восстановления единства нашего государства будет реалистичной. Как бы вот она сейчас нереалистична не казалась, она нереалистична только при нынешней подлой власти. Уничтожим эту власть, утвердим настоящую русскую национальную власть, восстановим суверенитет. Тогда будет наша победа, и тогда будет смысл нам выходить на улицу 9 мая прославлять все наши победы, в том числе победу над олигархией, над олигархическим игом.